Самое мощное и разрушительное цунами в истории. 11 марта 2011 года произошло сильнейшее землетрясение в Японии. Эпицентр его находился в 373 километрах северо-восточного Токио. Этот природный катаклизм вызвал цунами в Японии высотой более 7 метров. Последствия землетрясения и цунами были трагичными. Пострадало почти 28 тысяч человек, из них официальное число погибших составило свыше 15,5 тысяч жителей страны, более 7 тысяч пропало без вести, ранения и увечья получили около 5,5 тысяч человек. Разрушающее землетрясение магнитудой от 9,0 до 9,1 балла, произошедшее в 14 часов 46 минут по местному времени. Это сильнейшее землетрясение в Японии за всю историю сейсмических наблюдений в мире. Однако по количеству жертв и масштабу разрушений, оно уступает землетрясениям в Японии 1896 года и 1923 года, тяжелейшему по последствиям. Землетрясение произошло в 14 часов 46 минут по местному времени на расстоянии около 70 километров от ближайшей точки на побережье Японии. И первоначальный подсчет показал, что цунами потребовалось от 10 до 30 минут, чтобы достичь первых пострадавших областей, а затем дальше на север и юг, в зависимости от географии побережья. Через час с небольшим после землетрясения цунами затопило аэропорт Сэндай, который находится недалеко от побережья города Мияги. Его волны смывали автомобили и самолеты, затапливали и разрушали здания. Сразу после землетрясения, ученые сделали прогноз, что в течение месяца после первого удара в Японии могут происходить землетрясения магнитудой выше 7 баллов. Землетрясение произошло в японском желобе глубоководной океанической впадине, где сталкиваются Тихоокеанская и Охотская литосферные плиты. Землетрясение вызвало сильное цунами, которое произвело массовые разрушения на северных островах Японского архипелага. Цунами распространилось по всему Тихому океану, во многих прибрежных странах, в том числе по всему Тихоокеанскому побережью Северной и Южной Америки, от Аляски до Чили, было объявлено предупреждение и проводилась эвакуация. Однако, когда цунами дошло до многих из этих мест, оно вызвало лишь относительно незначительные последствия. Предупреждение о цунами, выданное японским метеорологическим агентством, было самым серьезным по его шкале опасности. Оно оценивалось как крупное мейджор-цунами, высотой от 3 до 7 метров. Волны цунами высотой около 1-2 метров достигли южных Курильских островов. На Гавайях первым островом, по которому ударило цунами, был Кауаи. Волны высотой около метра устремились на берег Гонолулу, заливая пляж Вайкики и вздыбив кирпичную стену на всемирно известном курорте. Также волны цунами нанесли серьезный ущерб трем причалам малых катеров, уничтожив около 200 катеров и нанеся урон по оценкам в 500 тысяч долларов США для каждого причала. В Гуаме сила цунами сорвала со швартовых две субмарины ВМС США, но буксирные суда сумели затащить их обратно. Первые волны от цунами достигли американского материка вдоль побережья Северной Калифорнии и штата Орегон. В частности, на северокалифорнийский город Кресент-Сити обрушились волны высотой в 2 метра, от которых пострадали около 35 лодок и портовые доки. В Перу в городе Пуэбло-Нуэва-де-Калан океан отступил от пляжа на 200 метров, а затем вернулся и с силой разрушил несколько домов на берегу. В порту Писко-Океан дошел до городской площади и повредил около 300 домов. На этом национальная японская трагедия не закончилась. Землетрясения и цунами явились причиной аварии на атомной электростанции Фукусиме. На заводах, занимающихся переработкой нефти, произошли взрывы, начались пожары. Было разрушено почти 400 тысяч зданий. В негодность приведены автомобильные дороги, железнодорожное полотно, аэропорты. В результате транспортного коллапса первых недель после трагедии закрывались или приостанавливали свою деятельность многие заводы. Японская экономика понесла колоссальные убытки. Все это несмотря на то, что на территории страны работает развитая сеть оповещения о чрезвычайных ситуациях, для передачи информации, в которой используются всевозможные виды носителей. От звуковых сирен на территории городов, деревень, железнодорожных станций, до автоматизированного оповещения по каналам мобильной, теле- и радиосвязи. Корабль был смыт в море с судостроительной стоянки в префектуре Мияги, когда цунами ударило по северо-восточному побережью Японии. Однако все они были спасены с дрейфующего судна, поиском которого занимались ВМС Японии и береговая охрана, и перевезены в безопасное место. Пропал пассажирский поезд, а другой сошел с рельсов в префектуре Мияги. Потери имущества граждан Японии. Реку Дзинтоката. Был смыт практически весь город в Ивате. Около 5000 домов ушли под воду. Минами Санрику. Пропали без вести 9,5 тысяч жителей. Сэндай. Вода затопила территорию на расстоянии 10 километров от морского побережья. Пропавшими без вести числится около 650 человек. Ямада. Около 7200 домов ушли под воду. Пожар в Токио. Отмечены пожары в 6 различных городах. В городе Тихара загорелись хранилища с природным газом на нефтеперерабатывающем заводе. В городе Сэндай на нефтехимическом комплексе произошел большой взрыв. Аварии на японских АЭС. В результате землетрясения 11 энергоблоков из 53 существующих в Японии были автоматически остановлены. АЭС Фукусима-1, 3 из 6 энергоблоков были сразу остановлены, другие 3 не работали. Три работавших реактора оказались в аварийном состоянии из-за отказа системы охлаждения, пострадавшей от стихийного бедствия. Реакторы были в разной степени повреждены, они стали источником сильных радиоактивных выбросов. Один не работавший энергоблок был поврежден пожаром. На самой АЭС произошло сильное радиоактивное загрязнение. Возникли проблемы с хранилищами отработанного топлива. Население окрестностей было эвакуировано. Несколько работников станции получили ранения разной степени тяжести и повышенные дозы облучения. Двое пропали без вести. На побережье города Мияги обрушились волны цунами высотой в 7 метров, а на портовый город Камаиси в провинции Ивате. Высотой 4 метра, которые смывали автомобили и врезались в здания. Разрушено много секций автострады региона Тахоку, обслуживающей север Японии. Прорыв дамбы в префектуре Фукусима. Прекратили работу аэропорты Нарита и Ханеда, авиаполеты остановлены, пассажиры эвакуированы. Синдайский аэропорт, расположенный на равнине у побережья, практически смыло волной цунами. Уже во время землетрясения автоматические системы остановили движение поездов на высокоскоростной магистрали Такайдо Синкенсен. Также в Токио остановлено движение поездов. Поезд, следовавший из Сёндея в Осинамаке, за несколько минут до цунами, должен был прибыть на станцию Набиру. Но там его так и не дождались, поезд исчез. Закрылись все морские порты в Японии. Ущерб от землетрясения в Японии, произошедшего 11 марта, оценивается в 16-25 триллионов иен, в 198-309 миллиардов долларов. После цунами. Благодаря материальной поддержке мирового сообщества, самоотверженной работе на завалах спасателей из разных стран, целенаправленной деятельности японского правительства и неиссякаемому трудолюбию простых японцев, последствия трагедии быстро устраняются. Пострадавшие территории расчищены, многие населенные пункты полностью восстановлены, основные отрасли промышленности успешно работают, несмотря на жесткую экономию электроэнергии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...